Видео подготовлено. Интернет проектом www.profilierovania.ru Сайт о цветовой калибровке и построении цветового профиля для любого типа оборудования Итак, вот я сейчас вернул яркость монитора, как у меня было настроено по оборудованию По сравнению с тем, что было раньше, сейчас отличие уже видите Она уже кажется такая, нормальная по яркости Светло белое, не хочется ничего добавлять и убавлять То есть вот и здесь тоже видны вот по центру И мужичок тоже беленькой рубашкой Вот, а еще раз повторюсь, яркость настраивается Настройка монитора в данный момент, в данных видео, серии видео идет на глаз Не по прибору, по прибору там все по-другому Там замеряется внешнее окружение и уже по цифрам уже идет поиск нужного значения А теперь дальше, есть такой нюанс, как настройки точки белого А вот с настройки точки белого здесь все довольно-таки неприятно На старых мониторах вы его не настроите Почему? Потому что вот смотрите Вот у нас белый лист, да, сто процентов Вот у нас рабочий профиль монитора, то есть вот кривые мониторы, вот она Вот у нас черно-белая картинка Теперь смотрите, что будет, если я скину профиль, ресет Видите, она посинела Теперь заново загружаю ее Опять стала нейтральной Опять делаю ресет Опять посинела Опять делаю нейтральной А точка белого у нас настроена на нужную температуру То есть кривые, как бы все вытянули Цветовой профиль монитора То есть вы, когда настраиваете точку белого У вас очень сильно могут уйти цвета При настройке, то есть вы белый цвет настроили А все остальные цвета могут очень сильно уйти в какой-то оттен Там желтый, синий, какой угодно А теперь смотрите, что происходит в данной программе Вот у нас профиль рабочий Теперь я сделаю, скидываю Визуально белый цвет, если поменялся, то, ну, практически Вот видно было момент перехода Что профиль отключился Но сам белый визуально, кажется, не сильно поменялся Вот, видите Ощущение, что он Как будто визуально что-то происходит Но разницы особо нет Вот я его включаю То есть, когда вы белый цвет на старом, на плохом мониторе Настраиваете Не факт, что это будет лучший вариант Потому что другие картинки могут очень сильно уйти по цвету Вот яркий пример Видите, стала синюшная В чем еще один подвох? Дело все в том, что Вы привыкаете к цвету монитора То есть, даже когда картинка кажется синюшной Вот как в данном случае Да, она вот прям видно, что она синюшная Человек, который за ним работает Он к ней привыкает уже через 3-5 минут Поэтому для него она кажется адекватной Поэтому, если у вас монитор старый на ТНТ матриц То белый цвет Вы, конечно, можете настроить Но лучше либо позвать специалиста Либо Вы настраиваете белый цвет Но печатаете на нескольких лазерных принтерах Повторяю, на нескольких лазерных принтерах Черно-белую картинку Вот эту тестовую И уже относительно нее При дневном цвете Днем Можно в пасмурную погоду Но днем Но это, грубо говоря, с 11 до 2 часов дня Смотрите на монитор То есть вы настроили яркость, контрастность Точку белого Так, чтобы вам белый цвет казался белым Ну, ползунками Red, Green, Blue И потом вот эти 3 распечатки на лазерном принтере Черно-белые Смотрите Сравниваете их Не вот так вот А чтобы распечатка лежала на столе Вот на столе, внизу И смотрите С монитор Стол Монитор Стол Сравниваете так И сравниваете Относительно лазерной распечатки Ну, грубо Грубо Но хотя бы более-менее Что-то будет вам показывать Потому что Некоторые лазерные принтеры Могут давать Холодный тонер Бывает Некоторые лазерные принтеры Желтоватый тонер Некоторые лазерные принтеры На нейтральный тонер То вы Посмотрите на них Да Если 3 лазерных принтера между собой Все более-менее одинаково Сравниваете Если Все 3 лазерных принтера Один Голубой Другой нейтральный, третий и красный выбирать тот, который серый цвет вы все равно из трех более-менее серый выберете сравните, относитесь на него если ваш монитор белый цвет на мониторе вам кажется белым а сама черно-белая картинка кажется холодной синюшной или желтой то вам лучше вызвать человека, который делает калибровку мониторов по оборудованию, потому что на глаз вы тут уже ничего не измените вы можете конечно убрать вот эту синеву с монитора, опять же ползунком вот этим синеньким то есть вот ползунком синеньким убираете вот видите, но она становится зеленоватая такая вот видите какая желтоватая то есть она очень сильно меняется вы конечно можете попытаться настроить этот белый цвет, но у вас тогда белый цвет непонятно куда пойдет хотя вот он вот смотрите, видите вроде как белый а на картинку смотрим она какая-то зеленовато-синевато поэтому белый цвет но если он только явно врет я бы вот белый цвет тогда бы в этом случае я бы я только если уже прям явно видно что у вас монитор врет по цвету вот я бы только в том случае лез бы в каналы red green blue либо когда у вас не хватает яркости монитора вот тоже тогда бы лез в каналы red green blue все в остальных случаях туда лучше не заходить и точку белого на старых древних мониторах вручную лучше не настраивать если у вас который новый то без проблем можете настроить точку белого там будет все более менее хорошо все будет адекватно никаких проблем с этим не будет итак contrast контрастность монитора настроили показал как яркость монитора настроили точку белого с переменным успехом рассказал как можно настроить на каких мониторах можно на строить вообще если вы скажем так работаете светом и у вас монитору ну в 2000 до ну там 2014 там 2008 2014 2015 года но 2014 года и то лучше звать либо специалиста либо если позволяет финансы то купить какой-нибудь монитор там LG, Asus, Dell с IPS матрицей с нерасширным цветовым охватом тогда вы без проблем настроите яркость контрастность. Точка белая у них более-менее у всех нормальная у новых мониторов которые после 2016 года и тогда у вас будет нормальный монитор и вы в принципе можете сэкономить на его калибровке вот старые мониторы я показал как можно более-менее ну что-то что-то с них с них с ними сделать привести их какому-то минимум каким-то минимальным настройкам если вам нужны серьезные серьезная работа светом либо покупка нового монитора и самостоятельная настройка его либо приглашать специалистов других вариантов нет желаю удачи если будут вопросы допишу отдельное видео всем пока но